добрый вечер друзья я зачитываю письмецо тут у меня есть здравствуйте михаил мне 26 лет я из минска закончила школу золотой медалью отучилась на экономиста затем отрабатывала распределение что училась на бюджетной основе в банке на кассе очень хорошая должность для экономиста на кассе роста никакого сидишь как робот стала искать новую работу но оказалось что работа на кассе это не опыт никуда не берут ну правда затем услышала тестирование программного обеспечения стала изучать книги смотреть ваши видео как бывает закончила курсы уровень английского меня хороший но опять же без опыта работы не берут даже на личное собеседование не зовут предпочтение отдается людям с техническим образованием либо студентам старших курсов айти специальностей подскажите совет как найти первую работу почти отчаялась ну да друзья что тут скажешь поиск первой работы сложнее чем поиск 2 поиск 2 работы сложнее чем поиск 3 чем больше у тебя опыта конечно тем проще найти следующую работу но мы все знаем что когда-то у человека есть была будет первая в жизни работа по той специальности которую для себя выбрал значит как быть первое чтобы я сказал конечно я бы посоветовал девушки независимо ни от чего но в частности и с точки зрения поиска работы поступить куда-нибудь на заочные я не знаю на онлайновые но но какой-нибудь какой-нибудь вот курс университет на какого-то там бакалавра учиться и так далее пусть это займет там не знаю 10 лет но во всяком случае вы резюме пишите вот здесь у нас пишут что карант ли там да там персюэн бэчелар дегрин компьютер сайт в таком-то университете то есть это смотрится очень-очень хорошо то что у вас уже есть образование экономическое это замечательно это не будет вам минусом понимаете если вы параллельно учитесь на компьютерщика это вам будет только в плюс это дает вам какой-то более широкий такой опыт причем для поиска работы программиста может быть это и не было бы никаким плюсом но именно для тестирования я считаю что это плюс во многих местах люди скажут да это неплохо когда человек не просто компьютеры но еще у него вот что то есть такой в виде там экономического опыта то что вы работали в банке на кассе там или на чем-то это тоже интересно потому что все таки касса наверное тоже не то что там счеты с косточками это компьютеризованная система соответственно каким-то образом вы в банковской системе там как определенную функцию выполняли с помощью компьютера софтвора там и так далее вам бы конечно это надо было бы и сейчас уже в резюме расписать чтобы не просто в банке чем-то занимались на кассе от тем чтобы в банке использовали такие такие то там программные продукты выполняя свои там какие-то обязанности причем не столько обязанности важны интересные с точки зрения вот работы по тестированию сколько то что вы хороший пользователь там скажем банковских систем и пишется очень много банковского софтвора и тестируется очень много банковского софтвора и так далее значит так первое я бы какой-нибудь поступил второе я бы значит начал даже на резюме тоже посмотрел бы как-то может быть его переосмыслил немножко если если это еще не было сделано в третьих есть много проектов которые можно рассматривать ну как опыт но не обязательно чтобы вам за это деньги платили например вот вы заканчивали курсы какие-то там по тестированию я сомневаюсь чтобы можно было закончить курсы по тестированию без того чтобы там был один а может быть парочка проектов на этом учебных каких-то я не знаю там на примере чего-то вам же должны были показывать вы на чем-то вы писали тест кейсы какие-нибудь баг репорты то есть наверное что-то такое было поэтому я бы на вашем месте написал бы в резюме есть такое вот в соединенных штатах есть такой термин study project учебный проект я бы написал там и курс такие-то учебный проект и написал бы там на этом учебном проекте там я не знаю с десяток буллетов которые абсолютно не отличаются ничем от буллетов так того же самого проекта как если бы это писал тестер который там в компании работает вы писали тест кейсы вы писали баг репорты вы изучали требования вы там общались с членами команды там так далее в митингах участвовали там еще что-то ну ну как как в обычном резюме пишут вы увидите что всякий учебный проект в этом смысле не безумно отличается от проекта рабочего во всяком случае по текстовому описанию не безумно отличается он конечно может сильно отличаться по уровню квалификации скорости с которой вещи делаются пониманию того что ты делаешь какое место это занимает там на общей картинке и так далее так далее но тем не менее это уже совершенно другое резюме значит опыт измеряется проектами не количеством мест работы не скажем годами работы то есть конечно сколько лет вы заняты там в профессии это тоже важная характеристика но не единственная значит вы можете за пять лет делать один проект а можете делать за пять лет теперь 10 проектов и это очень большая разница будет да когда у тебя два проекта в год или когда ты сидишь на одном там всю жизнь и вот и вот его ковыряешь то есть человек который делает два проекта в год там скажем за пару лет может иметь больше как бы навыков да и лучшее понимание того что он делает чем человек который пять лет просидел на одном проекте и так далее вот значит это проекты которые учебные есть проекты которые вы можете просто поделать ну если допустим не удается подключиться там на ютесте где-нибудь вы можете пойти на какой-нибудь фрилансер ру и там бесплатно что взять потестировать вы можете пойти в open source если вы не знаете как это сделать поговорите с кем-то кто знает как это сделать найдите какой-нибудь себе проектик подключитесь на бесплатной основе конечно о чем разговор но вы поработаете там 3-4 дня и уже сможете написать там что-то вполне приличное там к себе в резюме на эту тему и так далее резюме обрастет проектами вас начнут звать вот у нас есть человек который значит там хочет получить бакалабра по computer science он где-то уже учится до этого он был приличным пользователем он работал в банке у него экономическое образование и он вот еще у него и по тестированию курсы какие-то закончил там и тогда значит следующее что я мог бы так присоветовать но сами понимаете обстоятельства разные люди не каждому сподручно но вы можете расширить поиск работы с минска например да где в принципе по идее должно было быть там много работы но вы можете расшириться вы можете посмотреть на москву вы же как житель беларуси имеете возможность работать в российской федерации посмотрите на москву там много работы посмотрите я не знаю может быть я не знаю как какие там взаимоотношения с украиной но на может быть во львове я не знаю где там где там еще не знаю скорее скорее в россии больше работы чем вы найдете там с украинской стороны потому что там сейчас как бы взрыв интересы к этому бумирует может быть там как-то сложнее но расширите географически эту территорию если вы поработаете полгодика в москве или в питере например пусть даже все что вы заработаете уйдет у вас на жилье и питание то у вас уже будет полгода настоящего опыта живого из другой страны в общем то может быть близкой такой родственной но все таки другой из хороших проектов вы можете спокойно с этим потом намного увереннее искать работу где-то уже там в минске и так далее вот я бы так сказал а там уже понимаете еще очень много зависит от той энергии который человек там к этому делу прикладывает то есть он может ослать там два резюме в день а может слать там 20 резюме в день вы можете сказать но так ведь нет уже 20 20 вот ещё 20 нету вы можете найти способ послать 20 вы можете сказать я буду слать свои резюме всюду где например нужен программист потому что если нужен программист то есть хороший шанс что тестер тоже может быть нужен Можете сделать сопроводительное письмо Такое, что я вот видел у вас позицию Программиста И я извиняюсь за беспокойство Но я подумал, что может быть вам и тестер нужен Вот Или может быть нужен в будущем А я как раз вот там Хочу развиваться в этом направлении Я там поступил в университет У меня экономическое образование Я хороший пользователь И я не мыслю себя без того Чтобы продуктивно Без того, чтобы состояться В тестировании программного обеспечения И так далее И первая работа для меня не просто Первая работа, а это кардинальные изменения Жизни, бла-бла-бла Еще раз, я на американский манер Может быть вы там похихикаете И скажете, что у нас так писать нельзя Напишите, как у вас пишут Я что, вам не мешаю уже, правда? Вот, но Вот я бы так сделал То есть можно расширить круг Вы можете начать ходить на На тусовки, где собираются люди Определенных там профессий Я не знаю, у нас Скажем, в Кремниевой долине Есть, ну, какое-то количество Там таких точек Где люди собираются по интересам Ну вот есть такой сайт Meetup.com Там по интересам собираются И тестеры, и программисты И там самых разных направлений люди Наверное, в Минске это еще проще Потому что, может быть, таких точек Не так много И если вы туда попадете Там в одну, в две То вы фактически со всеми Перезнакомитесь Вы можете на Линкдине Или там что у вас, ВКонтакте Какой для этого там У вас веб-сайт Где профессиональные контакты поддерживают Я не знаю там Вот у нас Линкдин для этого И, значит, вы можете подкатываться там к людям Которые работают в профессии С просьбой, например, встретиться с вами Посмотреть ваше резюме Или там какой-то совет дать практически Вот вы ищете первую работу Может быть, они вам что-то подскажут Там, сходите вместе на ланч Ну, очень-очень много можно всего сделать Поэтому личные контакты Вот этот вот нетворкинг Тоже можно Существенно во всех этих делах Не, как сказать Не законсервироваться Вот в какую-то баночку такую В которой вы сидите И больше там никого нет Надо быть среди людей Надо быть в тусовке Вот там, где какое-то движение энергии происходит Вот так бы Вот я бы сказал Так Кроме того Есть всякие методы Вот Ну, я не знаю Вы не хотите В поиск работы Вкладывать Какую-то, я не знаю Супер-дюпер важность Вот в это все Потому что Чем больше важности Вы в это впихиваете Тем сложнее Все это бывает Понимаете И Вы можете сказать себе Если у меня вот это не получится Вот допустим Ближайшие там Пара-тройка месяцев У меня есть запасной вариант Запасной Когда у вас появляется запасной вариант То Важность Вот Какая-то такая доминирующая Зашкаливающая важность Снимается немножко Вы говорите Себе так Если не это То Вот если я там За ближайшие 3 месяца Там не найду Работу в Минске Я тогда начну искать Работу в Москве Или там В Санкт-Петербурге Например Или Я тогда буду искать Работу Например Там в Техникал Саппорт Да А в Техникал Саппорт Я буду может быть Где-то немножко тестировать А потом может быть Внутри компании Там уже с людьми Перезнакомлюсь Я перейду В Тестирование Из Саппорта Например Вот пусть у вас будет Запасной вариант И этот запасной вариант Вас лично изменит Вы будете по-другому Как-то себя чувствовать Другие люди будут Вас по-другому воспринимать Какой-то сигнал туда В космос уйдет Вот И вернется к вам Как бы в более благоприятном формате Вот может быть так Я не знаю Так что Я чего мог Из себя Мне кажется Так Экстракт сделал И Обессилел Так Не чувствую больше Свежих идей Так что Попробуйте Я не знаю Я конечно Может быть больше Так Морально поддержать Да Вот С этим делом Потому что Технически Ну что я могу Там на местности Я там и не знаю Никого Там Позвонить Там Попросить за девушку Некого Народ Кстати Если вы там Уж это самое В Минске Кто живет И в Киеве работает Так вы Давайте Может быть Поучаствуйте В судьбе девушки Которые у нас Тут Смотрит наш канал Там И так далее В общем Если кто-то может Подключиться Это вообще Вообще было бы Потрясающе Все наверное Счастливо Счастливо Счастливо